Терапевты, фельдшеры, хирурги, медсёстры, водители скорой помощи. Сегодня на стадионе нормы ГТО сдают сотрудники учреждений здравоохранения Аннапы. Многие пришли со своими детьми. Главный девиз участников – спорт – это здоровье. Медики всегда готовы и к труду, и к обороне. И я надеюсь, что сегодня будет очень много у нас побед, золотых, серебряных, бронзовых значков. Медицина впереди! Традиционно соревнования состояли из нескольких дисциплин. Стрельба из пневматической винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, наклоны, отжимания и прыжки в дынну. Хорошая погода и дружественная атмосфера благоприятствовали сдачи норм ГТО. Ведь, как говорят сами медики, главное не победа, а участие. Хотя бы в себе, немножко себя проверить, какие мы на сегодня, насколько у нас есть физические возможности. Этот же бег, прыжки. А с другой стороны, это сближает, спорт всегда сближает. Ну и, естественно, большое желание выиграть вот эти призовые места ГТО. Спортивный комплекс набирает свою популярность как у молодежи, так и у взрослой части населения города-курорта. По предварительным данным, за пять лет обладателями бронзовых, серебряных и золотых значков стали уже более трех тысяч человек. Когда человек готов к труду и обороне, мы понимаем, что он здоров, что его продолжительность жизни будет расти в связи с тем, что он ведет здоровый образ жизни и занимается физической культурой и спортом. Мероприятия подобного рода проходят на городских площадках каждую субботу. На следующей неделе свои силы проверят сотрудники образовательных учреждений. А 1 декабря нормы ГТО сдадут военнослужащие инновационного технополиса «ЭРА». Руслан Душевский. Анапа. Регион.